Друзья мои, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить теме, какие выделения являются очень плохими. На что нужно обратить внимание? Давайте сегодня разбираться. Вы знаете, что те самые неприятные, злорадные половые инфекции вызывают огромное количество проблем и у мужчин, и у женщин. Поэтому я крайне рекомендую посмотреть сегодняшнее видео и разобраться, какие же выделения и в целом симптомы должны тебя насторожить. Друзья мои, подписаны ли вы на мой канал? Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, задавайте интересующие вас вопросы, делите ваше мнение, и в следующих видео мы обязательно будем их разбирать. Также, друзья мои, в своем телеграм-канале, ссылка в описании под этим видео, я провожу очень интересный опрос. Поэтому ты можешь подписаться, перейти и поучаствовать в самом интересном опросе. Ну что, друзья, давайте разбираться с выделениями. Вообще, выделения являются нормой у женщин и не являются нормой у мужчин. Поэтому здесь мужчинам гораздо проще, если вы вдруг заметили, что у вас появились выделения из полового органа. Они, их много, они с запахом, они непонятны структурой консистенции. Если у вас появился зуд, покраснение, раздражение полового органа, то для вас это очень яркий симптом, что это половая инфекция, это воспаление, которое будет провоцировать серьезный воспалительный процесс. То есть, вот, зачесалось, запахло, да, то есть, заболело. Вот, самый яркий симптом, покраснело то, что вы реальным глазами можете увидеть, почувствовать, да. Соответственно, что делать? Сдавать мазок на инфекции, передающиеся половым путем. Почему-то сейчас реально я встречаюсь с тем, что люди этого очень боятся делать. Думаю, что? Да у нас? Да никогда. Если раньше, там, отправляли в, там, венерические, кожно-венерические диспансеры, только там брали эти мазки, то на сегодняшний день вы можете сдать в любой частной клинике, в любой лаборатории этот мазок. Соответственно, и вам дадут результаты, вплоть до того, что чуть ли не анонимно можно это сделать, и узнать, какая у вас есть инфекция, и главное, что с этим делать, как с этим справляться, и как вовремя пролечиться. Это очень важно. Вот, поэтому этого бояться не стоит. Появились выделения, идем, сдаем мазок на инфекции. Что-то не понравилось, заболело, зачесалось, сдаем мазок на инфекции. Вся проблема, да. Следующий момент. Это выделение у женщин. То есть, у женщин влагалище имеет функцию самоочищения. Соответственно, особо много выделений мы видим, не считая менструации, да. То есть, мы говорим именно о выделениях на середину цикла. Это в дни овуляции мы видим большое количество выделений. Выделения будут слизистые. Выделения будут тягучие, растяжимые. И в эти дни как раз-таки их много. Это создано для того, чтобы сперматозоид быстро, 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 быстро по этим выделениям доплыл до яйцеклетки. Да. Вот. Соответственно, во все остальные дни выделений быть практически, они, их очень-очень-очень мало, их практически нет. Почему я даже говорю про ежедневные прокладки, что если у вас все хорошо женским здоровьем, то они вам просто не нужны. Почему? Потому что они создают серьезный парниковый эффект. Все выделения, которые попадают на прокладку. Прокладка имеет вот такой пакет, да, внизу пленку. Соответственно, происходит вот это прение, размножение бактерий. И поэтому это ведет как раз к серьезным воспалительным заболеваниям органов малого таза. Соответственно, вредит вообще в целом всем, так сказать, всей промежности, да. То есть возникает и воспаление, и покраснение, и плюс инфекция переходит дальше. Вот, поэтому, если вы заметили большое количество выделений, выделения, появились какие-то аномальные консистенции, появился запах, появилось опять же покраснение, раздражение, нечего ждать. Обращайтесь вовремя к гинекологу, или также можно сдать мазок, и получить спектр инфекций, какие у вас есть, или же получить, что да, все отрицательно, все хорошо. Это очень-очень важно сделать для того, чтобы удостовериться, что действительно никаких проблем, никаких заболеваний, соответственно, у вас нет. Или же выявить возбудителя. Нечего с этими инфекциями ходить, нечего ждать, как вы уже понимаете, потому что последствия могут быть серьезные. Самое частое последствие, это как раз спаечная болезнь органов малого таза, трубы, соответственно, спаечная болезнь матки. Ну, в основном мы боимся именно трубные спайки в трубах, так как это одна из ярких причин бесплодия, да, в дальнейшем. Что здесь уже надо будет применять методы вспомогательных, репродуктивных технологий и так далее. Вот, поэтому, чем быстрее вы ее выявите, пролечите, тем большая вероятность, что это все пройдет для вас без осложнений. Так вот, друзья, специально для мужчин я разработала уникальный мужской комплекс «Мужская мощь». Содержит цинк, селен, витамин С, витамин Д3, натуральный экстракт йохимбина и железо. И джинь-чинь, что позволяет мужчине всегда поддерживать свой организм в тонусе, всегда прекрасно чувствовать, восстановить потенцию или ее усилить, усилить либина, улучшить сперматогенез, и чтобы вы всегда себя прекрасно чувствовали. При длительном применении по клиническим результатам мы видим повышение тестостерона. Ссылка для заказа «Мужской мощи» первая в описании под этим видео. Переходите, заказывайте, ощущайте эффекты, пишите отзывы. Для меня это очень важно. Я хочу, чтобы мужчины были здоровы, полны энергии, полны хорошей сексуальной энергии. Никаких проблем со здоровьем у вас не было. Я желаю всем прекрасного настроения. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok